Всем привет, дорогие подписчики канала Амбрэлла Тэйч Инкорпорэйтед, Вескар с вами на связи, у меня на улице все еще лютый свет, поэтому я в лютой, зашторной, закрытой темноте и в духоте. И я записываю после предыдущего эпизода, чтобы нам сразу настроить меня, только сейчас вот чаечек себе налил. Кстати, я сделал себе чаечек с зеленым чаем и мятой. Дам совет, если у вас свежая мята, вы сначала ее подержите слегка в коробочке на открытом воздухе, чтобы она немножко подсохла, потом убирайте ее в холодильник, потом снова вытаскивайте и снова убирайте. При этом в контейнеры всегда прикладывайте ее, когда будете вытаскивать из холодильника, потому что там много опаренной. А вода, которая там остается с опаренной, это по сути хороший такой сок. Его можно, ну, заваривать не рекомендую, а вот нюхать, это вот прям реально очень хорошее такой успокаивающее ароматическое масло мятное. Ну, своеобразная выжимка, холодная выжимка, причем на холоде. Спокойно, Лара, спокойно. Вот такой вот хороший рецепт. Потом со временем оно у вас будет сухое, но поскольку вы высушивали его не на солнце, не на солнце, а чисто на холоде, все свойства сохраняются. Я даже не понял, куда налетит. Ну-ка. Вот это хорош. Красивая у нее попка, да? В данном случае. Но надо хороший вид на водопады взять. Вот. Давайте немножко с фильтровой поиграемся. Вот. Хорош. Нет. Нет. Насыщенный, слегка, повседневный. Вот только один был хороший здесь. Все, идем. Полагаю, если я прыгну в эту воду, меня ждут камни. Старые наши знакомые. Так. Око змея. Не уверен, попал, не попал. Ну, это я возьму. А наверх не надо мне лезть? Другого выхода нет. Ну, ладно. Даже ты хочешь туда спуститься? Я не в восторге от такой идеи. Давай-давай. Давай-давай. Надо бы, кстати, в куску пытался. В куску этот. В городок сплавать. А мне еще дробаш не дали. У меня еще дробаши пока нет. Чтобы я мог открывать все подряд. Вот дадут дробаши, тогда и слетаем. Да-да-да-да-да. Что-то я... Я, наверное, соскучился просто. Так. А, это иллюзия. Фактическая иллюзия. Мне понравилась. Так, давай-ка... Объясню, чего. Там мне показалось, будто там вход. Видите, вот так вот смотришь, вот так вот... Я даже мышку покажу. Если получится. Вот смотрите, вот мышка. Вот она вот. Вот смотрите сюда. Такое ощущение, будто вот здесь под водой в пароход. Согласитесь, реально оптическая иллюзия. Но любви я нас только уже выдохся. Что-то у меня начинает все мерещиться. Так. Давайте хоть посмотрим, что тут... По локации-то. А локация-то... Хренеть, какая огромная. Нет места. А тут? Ну тут еще хотя бы местечко есть, спасибо. Ой. Залезай обратно. Руины большой змеи без документов, без фресок, без всего. Ну да, ну да, ну да. Так мы и поверили. Ой, не стань, Лара. Что тут у нас? Какие-то щитланы, что ли, сейчас будут? Кажется, там внизу храм. Давай, пожалуйста, ты щитлан. Синод. Это я ваш синод. О, лагерь. Ешь на паркачку. Я не надеюсь, у Нурату цела. Зачем она нужна Домингису? Хочется верить, что пока он ищет ларец, она будет жива. Надеюсь, она цела. Если что, она сейчас медитировала. Полезная вещь, рекомендую. Я сам практикую время от времени. Не так часто. Ну вот раз через день. Хотя рекомендуется, конечно, раз в день это делать. Но я стараюсь наращивать себя. За ужином Лопес обратился ко мне с вопросом. Считаю ли я, что эти язычники достойны владеть артефактом, якобы обладающим большой силой? Мне пришлось признать, что хотя жители Пайтити и выглядят благородными и трудолюбивыми, но мускулы слишком туго обтянутые кожей, и бесстыдство делает их более похожими на животных, нежели на людей. «А что ты скажешь про первых людей нашего общества?» – спросил он. – Должны ли они иметь право указывать нам и ожидать от нас повиновения? Должны ли мы откликаться на их зов и послушно садиться у их ног? Разве они не обращаются с нами, как с существами низшего порядка? Как с такими же животными? Мне нечего было ответить ему. Он вел еретические предательские речи, но они заставили меня задуматься о том, не скрыто ли в них зерно истины. Еретические предательские речи! Их скрыто зерно истины! Пожалуйста, добавки! Вот видите, вот так вот и надо человеку говорить правильные вещи, чтобы он начинал думать, чтобы он осмыслал. Не надо говорить прямо в лоб, что ты не прав. Надо задавать вопросы с другой стороны. Но если такой человек не хочет даже слушать альтернативные вариации событий, не хочет их обдумывать, то это уже полноценное животное. Можно делать с ним все, что захотите. Ну, в том плане, когда она соизволит на вас напасть. Потому что думать оно не способно. Так, мне туда получается, да? Здесь больше ничего нету? Нет, ничего. Ладно, идемте в храмушек. Заберем камушек. А также хлебушек. Напоминает пожирателей из светлячка. Ну, в их духе, по крайней мере. Ну, значит, кечва. Правда, что они делают их из сирических остатков, немножко напрягает. Ну, нет, скорее всего, это пожиратели. Приехали... ...со своей планетки. Ну, ладно. Ладно. Вперед. Согласен. Это потрясающе. Сокровище глубин. Найдите пять сундуков. Мне куда-то надо... Мне надо в храмушек. Фух. Замучайся, походу, за темпираниями, да? Ну, ладно. Так, давайте сориентируемся. Здесь много лекарственных растений, а значит, у меня здесь будет пизда. Какой-то альтернативный проход. О! Вот за это спасибо, что опустил. Удивительно, но я ничего не опустил. Только вот здесь барачка будет. Но это впереди, по сути. Нет, есть такой маршрут у меня. И вот тут еще... Естественно, слишком много всего. Карта большая, на несколько эпизодов уйдет у нас. Но сначала займемся сокровищами глубин. Рад, что хотя бы... ...карту дали сразу. Вот, еще один. Пара сбоков. И один в самой заднице мира будет, я вам говорю. Вот там, где плавают эти рыбки, туда не надо. Потому что разработчики не станут прятать ящик... ...в месте, где Лара может спокойненько... ...их все достать и при этом не быть съеденными. Ой, здрасте! А что вы не пометили мне это местечко? Значит, получается, где-то еще и рюкзак исследователей есть? Поклонение, оброшьте пять идолов с помощью веревок. О, привет, исследователь. А я о тебе как раз вспоминал. Хе-хе-хе. Нашелся. Именно там, где я и... Так. Твой хороший ракурс у нее. Успытание глубин А вот там где эти тварь плавают Прям беда лютая Но надо застать Красивый вид, кстати, вышел Надеюсь успел сфоткать Кстати, а где мы у вас крестим? Я думал, мы не дам себя сажать Ну, тут, кстати, очень много подземных ходов А нам нужно идти прямо Мы, скорее всего, будем отсюда выбираться потом 2 2 2 2 2 ты успеешь ты успеешь ты успеешь она она открыла но не дали глянуть так она засчиталась да она засчиталась дать то посмотрим что мы добыли то правда я не уверен что это был за артефакт куска принадлежит было было не так какой-то именно предмет нет 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 статуэтка в виде змея так вы джеки потите не 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 подожди сюда реально хочу понять чтобы я думаю она про зачитает а ее пироги сожрали богатство и слава китчу нормально можешь пожалуйста извиняюсь немножко ругаешь богатство и слава сопротивление исход я примерно поднимаю как они все помню как они все выглядят поэтому но там и должен лежать именно артефакт не тайное прошлое а это так место покоения испытание богов легенды майя пантеон майя не запрещать экспедиции в неведомые журналы тринити тайна и ложь дальше с учебным там по глупости потому что теле так ну я потерял покорение пойти основание пойти мифы и чудовища это бортовой журнал нашего сама а это было можешь я не забрал а я не забрал еще один пример религиозного синкретизма на кресте распят не иисус христос а кукулькан полагаю между ними можно провести параллель поздравляю подклонники плотника если вам не устраивать что был евреем пожалуйста у вас есть латиноамериканская версия и чуть здесь побывал усадин усатый австрийский художник когда узнал кем на самом деле был мясный а теперь давай поднимемся наверх там внизу очень много подводных пещер и скорее всего там много чего можно добыть примеру тут руда а у меня максимум руды они на поверхность не плывут это я уже понял не там они только на глубине там только глубина там не пещер к счастью все разобрались хотя бы с этим а стоп подождите не совсем разобрались здесь же есть еще второе испытание первое то мы открыли а второе то обрушенные идолы я не уверен было ли наверху идол но я до туда конечно вряд ли дотянусь но надо хотя бы осмотреть вот данный кратер скорее это карстовая пещера строго говоря потому что в глубь уходит время от времени такие заполняются водой тут реально красиво я люблю латинскую америку за ее красоту природы вот япония латинская мирка тут все страны которые привлекают меня своей красотой ну и конечно же здесь наверняка будет тысячи от на зараза который за так давай вдохни к я пока прослежу чтобы ничего не забыли это возьми вот она где мне он туда сейчас 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 дыши моя ненаглядная марион рыцаря искусная гравировка на этом марионе и его отличное состояние говорят о том что шлем вероятнее всего использовался как аксессуар а не для защиты в бою может лопа сносил его чтобы казаться более значительным ну красивый чем бред то нет места ничего не могу взять но здесь хотя бы можно перед о они принесли в великий храм священный предмет ларец и щель он что это было почему опять виндиго это единственное что я не люблю в играх ну ладно вы как я много чего не люблю по ним еще и собак но собак я просто ненавижу тут виндиго гребаный винтик жуха почему всегда я видели ушли они тут были они насмотрели это еще что у меня нет столько места рисунок на стене сенота просто большой крест и слово беги но радуюсь что они воды боятся а Дайте я сделаю здесь сохранение Хотя лучше вот это Мы можем сделать еще парочку А как раз три ровно надо Нет места Ничего не могу взять Это арена Я вам говорю Они нам дадут с этими тварями сразиться И эти твари не в восторге Что я тут лазаю А стоп тут есть что-нибудь еще По периметру мало ли Да нет, мне не это интересно Мне интересно другое Спасибо за предложение Ну да, нам тут дадут Покувыркаться Не падай Не падай Я не хочу падать В яму С гнибалом Мне этого добра Эта хватает Сейчас будет Пойду пока открою дверочку А то мало ли Надо будет быстро Отсюда уходить Торбовик Неужели мне его Наконец-то дадут Собо получается Здесь обходной путь Что-ли будет Ладно Заинтриговали Рядом гробница испытаний А, это Подождите Так, мне куда вообще надо А, мне надо наверх А, гробница испытаний Все Не вопрос Идем туда 1 декабря 1603 года Мы вошли в сенот Расположенный Недалеко от города И обосновались В небольшой нише Лопес весь вечер Завороженно смотрел На пламя костра И даже не притронулся К ужину Дважды я пытался Завязать разговор Но мои попытки Разбились о его молчании Он думает Только об этом артефакте Будь я более суеверным Человеком Предположил бы Что артефакт Говорит с ним Солдаты тоже молчат Кажется Все их мысли Только о сражении Один из их псов Весь вечер смотрел На меня так Словно я Его обед Так, наверное Не о сражении А о голоде Так, ну это Альтернативный Пароход, полагаю Но с другой стороны Хочу убедиться Что там нет Таких проходов Дополнительно Итак Начнем с приятного Ага Мне сюда Я по вашу душу Гробница С батарей Можно отдохнуть Расслабиться От этих Виндиго Знаете Вот у каждого Есть Наверное Своё Нелюбимое Создание Вот у меня Это Виндиго Жуткое Создание Вот Так О, здрасте Это я забираю О, альтернативный Выход Давайте сразу Его и откроем А то мало ли Там они тоже Кажутся Вон там Стоит А, нет Сдернутый Ну ладно Нет, конечно Это не Ну ладно Но все же Вот и Гробница Так Здесь по пути Будет несколько Артефактов Первый Прямо Перед нами К счастью Все Наверху К счастью Судя по всему Я в правильном месте Пока не парикуем Раньше Времени Потому что я заметил Что они все были Наверху А там внизу Только растения Растения У меня Проблем нет И мы Кстати Очень близко Только сейчас Понял Артефакт Могут быть Умурены Умурены Нет На нашем уровне Он Это уже было бы Слишком издевательски Не хочу Испытывать Судьбу Смуреной Она хорошо Кушает Я рад За ее Аппетит Но все же Было бы забавно Если бы здесь были Тентаклиные монстры Тентаклиные монстры Тентаклиные монстры С Matte Аппетит Аппетит Тентаклиные монстры Как только Аппетит С richtha Тентаклиные монстры Мрезко Мет På битва надо пробраться за преграду да тут прям оборона была лютая сочечку появилась как раз таки надо пробраться за преграду сейчас все проберемся подожди я заберу здесь все надо пробраться за преграду лара сейчас все будет успокойся мы сначала в лагерь чё зайдем кажется это примитивная фигурка изображающая человека может а новый бог у них нет ну а мало ли надо пробраться за преграду наши так сказать братья меньшие виндиго или старшие кто так считает пишите комментарии на тематику смогли эволюционировать я создать собственных богов хотя не должен быть в боли боли бух каннибалов а он уже есть по моему культурах зачесался советное зрение инстинкт выживания длится дольше после того как лары начинает движение подсвечиваю врагов и сос объекты дитя джунглей сюда это можно было бы конечно бафнуть мародер добавлять возможность стрелять сигнальными патронами из любых пистолетов они поджигают не бронированных врагов при этом временно ослепляя соседних противников крыло орла повышать шанс вернуть стрелы при обыске врагов мне подсветка нужно люто как сейчас но открыла орла будет больше польза если поводу какой-то замеса не смогу сделать стрелы и сейчас я могу хотя не над подсветки больше толку аж здесь винтига грибы выходе я не увижу точно в этой чертовой темноте план давайте проходим эту гробницу и сколько уже уже 41 минута записывается это надо пробраться за преграду да не давать уж такая интрига я конечно я же не монстр надо пробраться за преграду и куда мне это надо пробраться за преграду вы понимаете что это пушка они тащили целую пушку сюда конки стадора не доделали только не выстрели пожалуйста да я понимаю что порт в тактику стоит давно уже посырел но все же здесь так темно такая атмосфера жуткая испанский галеон иди говори я зафоткал как он попал в этом а как по-твоему под китиш градом мы нашли греческую требу могу поспорить что сюда скорее всего капитан джек воробей наведывался время от времени а что по его теме я сначала без нее сфотку если вы не возражаете слишком красиво картинка есть парочка идей может может быть получится что-нибудь с этим нет фильтры не помогают без лары сфотка вот есть изображения которые хороши именно без кроп в данном случае хорош вариант его и возьмем ну реально забавно как они сюда вообще его протащили эпизод видит длинным но зато очень интересным хотя уже 45 минут не давайте сладенькое оставим на потом ладно ребят давайте пока это сегодня закончим полезем туда в следующем эпизоде то есть я тоже сейчас буду записывать его так вот разобьем ребят надеюсь что вам понравилось сегодняшнее прохождение ставим лайк и пишем комментарии подписываемся на канал дескорд вк днр телеграм ссылочки все найдете в описании ну и конечно же если есть желание поддержать канал буду рад вашим донатом все донаты показываю до стрима так ребят всем доброго вечера всем до скорой встречи а может какой то обед завтрак ужин ночь и удачи